мария подскажите что у вас за кистья карандаш которым вы подписываете на оброска потом чуть подправляете им же но уже другим цветом подписывать ну я не знаю что у меня есть у меня есть вот такие вот китайские кисточки ну как они каллиграфические ну практически вот вторая такая же практически потом у меня есть акварельные карандаши может быть вы это этот кисти карандаш имели но это не кисти это карандаш просто разных цветов есть еще мелкие пастельные но всячески такие вот они обычная пастель по моему даже не масле но можете попробовать и масле на мне нравится такие инструменты и с слава разве про про жуклости не возникает от тянущего грунта и как пришли именно к этой латексной краски но это название как я понимаю другое водоэмульсионки она состоит из мела пва и каких-то пластификаторов но как пришли просто я знал что у фешина была идея с тянущим грунтом от на основе казеинового клея и я нашел его рецепт грунта казеинового тянущего но поскольку перестал казеиновый клей просто выпускаться наверное его можно найти но попробовав эмульсионный грунт у меня устраивает у него очень хороший тянущий эффект льняное масло который находится в масляной краски как связующие втягивается в этот грунт и и получается равномерная матовая поверхность что это прожухлость не прожухлость не знаю как это называется но очень хорошая ровная фактура цвет остается не не глухой как как бы его нет да он настоящий пигмент вот как как есть ты его замесил без всякой муте мутности живой но надо попробовать его просто хотя бы одну работу прогрунтуете любой холст который купили прогрунтуете вот этой латекс на и попишите это другое ощущение если вы не пробовали чем обычно на акриловых грунтах другой краску придется вписывать будет больший расход но это к привыкнуть и может быть это не понравится многим не нравится ирина овчи подскажите насколько тренога устойчивая на земле или травки и как ведет себя при ветре не опрокидывается ли все-таки парусность большая получается абсолютно точно ирина вы говорите на семинарах я когда устанавливают рено говорю о том что ребята самый главный инструмент в нашей жизни достаю из сумочки авоську такой ну пакет целлофановый прочный вот этот пакет потому что в него я накладываю камни ищу по дороге какие-то камни всегда есть кстати ну можно бутылку с водой краски в конце концов тяжелые если не прям ну прям чисто все нет ко мне но не было такого чтобы я ничего не нашел я накладываю эти камни и привешиваю на на эту треногу причем даже если слабый ветерок утяжеляем ее и все ник ничего не надо обкладывать просто вешать по центру или там такие крючочки на них эту авоську так что главное не забывайте этот пакетик или сумочку касс который магазин там специально можно купить такую прочную потому что вешаешь килограмм десять ну ветра же бывает про мужу всех колеблется падает все у меня стоит ну бывает что тоже но это только по той причине если мало наложил или забыл но если уже наложил она не валится нормально более того я же привешиваю еще к ней зонтик там еще парусность возрастает зонтик представляете как трепещется уносит просто вообще как порошок ничего стоит прочь сергей астахов друзья кто не может работать через не могу мозг не может думать о двух вещах одновременно это научный факт это принцип замещения если совсем плохо надавить краски и мажьте абстракцию иначе сгорите изнутри абсолютно с вами сергей согласен что я и делаю у меня очень много работ не оконченных я ставлю на мольберт выдавлю краски и пошел вы абсолютно правы мозг думает об одной вещи и ты погружаешься в работу целиком и все больше ничего не существует это единственный выход друзья в этой ситуации так что я нашел сейчас новое решение и переписал свою работу которую казалось мне уже готова невесомость называется несколько кадров покажу как я ее приканчивал и очень советую взяться за работу в этой сложной сложнейшей ситуации ну напомню еще о том что группа я создал группу в telegram канале где вы можете тоже постить свои работы таким образом сообщество наше будет крепнуть дружбу будет крепнуть показывайте выкладывайте свои работы в этой группе не стесняйтесь еще раз напомню если youtube грохнется то в telegram канале есть группа арт вопрос и мой канал вячеслав короленков по-русски в telegram канале в яндекс дзене тоже самое вячеслав короленков там только канал а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok